Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем раздел «История и личность». Тема нашего урока – роль личности в истории. Сегодня на уроке вы узнаете, как определять роль личности в истории, научитесь выявлять основные черты характера главных героев, выяснять суть их взаимоотношений, будете составлять тезисный план. Ребята, посмотрите и скажите, что объединяет эти портреты. Верно, ребята! Перед вами великие личности. Каждый из них внёс вклад в развитие нашей страны. Качество лидера, который отличает его от остальных – это уверенность, ответственность, находчивость, способность противостоять другим, уважение со стороны людей, мужество и смелость. Сегодня на уроке мы рассмотрим роль личности в истории по повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», используя тезисный план. Тезисы – это кратко сформулированные основные положения текста книги, в которых сжато и последовательно раскрываются его тема и основная мысль. Алгоритм составления тезисов. Внимательно прочитайте текст. Разделите текст на части по смыслу. В каждой части выделите главное, то есть основную мысль. А заглавьте каждую часть. Формулировка тезисов должна быть чёткой и краткой. Ребята, опираясь на прочитанные главы повести «Капитанской дочки», постараемся определить, какая черта отличает или выделяет Пугачёва в произведении как историческую личность. И ответьте на вопросы. Как ведёт себя человек с незнакомыми людьми? Что можно узнать о человеке, который говорит об этой местности? Пугачёв чувствует себя уверенно при разговоре с незнакомыми людьми. Отлично знает местность. Находим подтверждение в словах. Изъезжено вдоль и поперёк. Проявляет сметливость и тонкость ума, когда определяет нахождение жилья. В следующем тексте вы должны определить, каким проявляет себя Пугачёв приказник-коменданта, каким показан по отношению к Ренёву. Пугачёв грозно взглянул на сарика и сказал ему, «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твёрдым голосом. «Ты мне не государь! Ты вор и самозванец! Слышь ты!» Пугачёв мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к висерице. «Вешать его!» – сказал Пугачёв, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Вдруг услышал я крик, «Постойте, окаянные, погодите!» Палачи остановились. Гляжу, Савелич лежит в ногах у Пугачёва. «Отец родной!» – говорил бедный дядька. «Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его! За него тебе выкуп дадут! А для примера и страха вели повесить меня старика!» Пугачёв дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. Мы увидели, что Пугачёв не щадит никого. Жестоко и без мук совести расправляется с неугодными. Но, с другой стороны, всё это он делает, исходя из чувства справедливости. Когда это необходимо, Пугачёв проявляет доброту и великодушие. Ребята, ответьте на вопрос. Как народ относится к Пугачёву? Народ верил ему и следовал за ним, считая его народным заступником. Пугачёв смог захватить внимание и любовь народа. Ребята, составьте тезисный план. Укажите, какие качества Личности послужили для становления яркого человека. Тезисный план. Пугачёв чувствует себя уверенно при разговоре с незнакомыми людьми. Человек, который проявляет сметливость и тонкость ума. Жесток бывает по отношению к врагам. Может быть великодушным и добрым. Сильный человек может повести за собой толпу. В повести Пугачёв представлен не злодеем, а живым человеком. Цель Пушкина – многогранное изображение Пугачёва в истории. Ребята, запомните, что Личностью не рождаются, Личностью становятся. Сегодня мы определили роль Личности в истории, научились выявлять основные черты характера главных героев, выяснили суть взаимоотношений героев, составили тезисный план. На этом урок окончен.